Ребята, всем привет! Всех приветствую на канале! Сегодня мне хотелось бы записать новое видео. Это видео я хочу посвятить ремонту, разным ремонтным работам, реставрации дома. Хотела бы также назвать некоторые цели на некоторые работы в нашем регионе. Возможно, кому-то это будет тоже интересно. Какие работы сделали мы в нашем доме. Я думаю, также видео может быть интересно тем, кто планирует покупку жилья в Италии. Либо думает построить дом своими руками, потому что неоднократно я видела такие комментарии в разных группах, в Facebook, на других форумах. Хотелось бы немного затронуть все эти темы, рассказать нашу историю и надеюсь, что кому-то это видео будет полезно. Приятного просмотра! Здесь я с собой взяла такую папку, в которую я складываю все документы. Поэтому, если какой-то цены я не буду помнить, то я обращусь к этой папке. Кстати, те, кто собираются реставрировать дом в Италии, вам тоже придется собирать все-все документы, все бумажки, чтобы потом их декларировать. Итак, начнем. Это видео я хочу записать в двух частях. Везла некоторые бумажки, которые я буду подглядывать. В первой части мне хотелось бы рассказать о капитальном ремонте ванной комнаты. Сразу же скажу некоторые темы, что, возможно, если, допустим, какая-то тема вас интересует, которая будет во втором видео, то вы можете сразу же пролеснуть там середину видео. Затем хотела бы рассказать, как мы использовали классическую дитационную, да, то есть либо классическую помощь государства на инфисии, то есть это окна, и как мы использовали вот этот вот новый эко-бонус 110, вообще на самом деле, как он функционирует, так же на инфисии, то есть мы делали через две разные организации. Затем потом хотелось бы мне рассказать немного на цены на разные другие работы, которые не входят в систему помощи государства, и на этом, наверное, я стараюсь завершить первое видео и затем сделаю второе, потому что иначе у меня просто не получится его смонтировать, так как видео будет очень длинным. Итак, давайте с вами поговорим о ремонте домов, да, о покупке домов, наверное, сначала, и вообще кому нужна эта реконструкция, кто может заниматься реконструкцией, то есть, да, на кого эти бонусы распространяются. Реконструкция дома, да, либо по-итальянски это будет реструктурационной, мы подразумеваем то, что проводятся какие-то масштабные работы, то есть мы не говорим об обычном ремонте, как понятие, да, в российском, например, приклеить обои, там, возможно, какой-то, да, косметический ремонт, мы говорим о каких-то капитальных работах, допустим, смена электрики, либо смена сливных труб в доме, там, допустим, да, для воды, либо, например, как раз-таки замена окон, о таких, так скажем, да, больших работах. Мы сами купили дом, который был в жилом состоянии, но дом был старый и нуждался в таком капитальном ремонте. Конечно, это сказалось на сумме, да, и этот дом подошел нам по бюджету, поэтому мы его взяли. Сразу же хочу сказать, что мы никак не пожалели, что мы делаем эти работы, нам все нравится, так как мы можем сделать это все так нравится именно нам, и поэтому, да, я вам сказала, что на данный момент наши выборы нас устраивают, то есть мы купили дом, в котором в некоторых комнатах можно было жить сразу же после покупки, и некоторые комнаты как раз-таки нуждались в капитальной реставрации. Чтобы дать вам, так скажем, идею, у нас две ванные комнаты, одна нуждалась в капитальной реставрации, другая была рабочая, и одна часть дома у нас полностью реставрирована в 95-м году, то есть она еще куда-то может считаться практически новой. Вот уже несколько лет в Италии проходит такая программа, так скажем, помощи государства тем, кто хочет отреставрировать свой дом. Она входит на некоторые виды работы, на некоторые виды работ, и в связи с коронавирусом и упадком, так скажем, да, сферы строительства государство ввело еще один новый, так скажем, да, эко-бонус 110, буквально то ли с 1, то ли с 30 июля 2020 года, который продлится до конца 2021 года. Как вообще получать эти бонусы, да, то есть давайте мы с вами разберемся, то есть, да, государство что-то нам обещает, что вы что-то должны получить по классическому бонусу, который действовал ранее, либо если ваша работа не подходит под эко-бонус, но подходит под, так скажем, классическое дитрационер, как это было раньше, как это было в 2019 году, как мы сделали ванную комнату. Получается, что когда вам делают работу, вы должны заплатить за нее 100%, то есть полную, полную оплату вы должны произвести, и затем в течение 10 лет в вашей налоговой декларации вам будут возвращать 50% от затраченных работ. Наверное, нужно сказать это в цифрах, потому что это довольно-таки трудно воспринимается, да, вот так на слух, то есть, как бы, что происходит. Получаете вы этот бонус в своей налоговой декларации. То есть кто делает налоговую декларацию? Налоговую декларацию делают те, либо у кого есть свое жилье, допустим, в собственности, либо те люди, которые в один год работали на двух работах, да, там либо просто по вашему желанию. То есть есть много людей, которые проживают в Италии, которые просто не делают эту налоговую декларацию, то есть они не входят в тот список обязательных людей, которые должны ее делать, то есть они не делают. Налоговая декларация чего-то стоит, в зависимости от вашего дохода, она может стоить вам от, не знаю, 7 евро, если у вас совсем ничего нет, либо она может стоить около 70 евро. Вот, допустим, мы платим каждый год 70 евро, что бухгалтер, да, либо специальные, специальные центры фискальной ассистенции, центры ассистенции фискали, да, делает вам эту налоговую декларацию, потому что самому там разобраться немного не будет. Итак, как же возвращаются, да, как бы налоги? То есть если у вас есть постоянная работа, и вы постоянно делаете эту налоговую декларацию, то этот бонус, да, как бы придется вместе, так скажем, с августовской зарплатой, когда делают возврат, либо наоборот забирают налоги. Да, то есть она приходит, по-моему, в сентябре, либо в августе, вот, к сожалению, я не помню. То есть она делается до, там, по-моему, 18 июня, налоговая декларация где-то в мае-июне, и затем возврат идет в месяце, августе, либо в сентябре. Я не знаю, честно говоря, как это происходит у людей, которые не работают, потому что я не знаю, допустим, да, они могут сделать налоговую декларацию, но кто им будет выплачивать, да, этот бонус, я, к сожалению, не могу сказать. Если с моих подписчиков, если это кто-то делал, то напишите в комментариях. То есть вот здесь вот нужно, как бы, учитывать этот момент, потому что, если, допустим, вы не работаете, и вы не получаете зарплату, то, как бы, откуда придут эти деньги? Я, честно говоря, не знаю. Либо те люди, которые совсем не работают, да, либо те люди, которые работают на временных контрактах, тоже, так скажем, под небольшим риском, так как, допустим, я не знаю, например, да, мы, конечно, надеемся, что мы будем все работать, но, например, сегодня вы работаете, но вы эту декларацию, допустим, да, ту же ванную комнату, как бы, размазываете на 10 лет, чтобы вам возвращалось каждый год что-то, и получается, допустим, да, три года вы работаете, потом вы останавливаетесь работать, и, да, ваш доход, вот этот вот, вот этот бонус, куда он придет? Я не знаю. Вот, я надеюсь, что немного я так, как бы, объяснила, а еще, конечно, хочу сразу же сказать, я, не знаю, не сказала с самого начала, что, естественно, все эти работы, да, они не то, что вы идете в Леруа Морлен, покупаете себе, не знаю, какой-то материал, и его делаете, и потом прикладываете, так скажем, чек. Нет, это происходит немного не так. Эти работы должна делать какая-то фирма, фирма, у которой есть свой регистрационный номер, да, партии Таива, и которая перечисляет вам все, все сделанные ваши работы в счет фактуре. Когда вы будете оплачивать счет фактуру, здесь тоже очень-очень важно, чтобы вы прописывали сразу же, на что идет этот платеж. Если, допустим, мы делаем, например, печь, то у нас там будет идти надпись, не берите сейчас ее так, как она должна быть, потому что сейчас мне нужно будет посмотреть документы, как они звучали, то есть там реструктурационная изилиция, по декрету, декрету там такого-то, и так далее, и так далее. То есть там должна быть очень формальная фраза, которая пройдет у вас, и которую вы потом сдадите в налоговую декларацию. Сейчас, наверное, подробнее расскажу, как мы реставрировали ванную комнату. Потом буду стараться вставлять фотографии, как шли сами работы, и что мы подразумеваем под реконструкцией вами комнаты. Мы начали реконструкцию, и все работы нам сделали за неделю, то есть совсем немного. На это время, правда, мы уезжали из дома, потому что дом был действительно грязный, и нас об этом предупредили. Ну и как раз у нас была возможность уехать, то есть пока мы были, скажем, в отпуске, нам делали, и практически все сделали ванную комнату. Да, практически это ушло, не знаю, возможно, на неделе, возможно, 10 рабочих дней. Нам делали, заменяли полностью, то есть получается, что мы купили дом в довольно-таки старой ванной комнате, в которой нам сказали, что вода была уже отключена, можно было пользоваться только самим имитазом, и мы пользовались пока другой ванной комнатой, которая находится снизу. Нам заменяли трубы, которые, да, подводили воду, так скажем, к биде, к умывальнику, к душу. Здесь в Италии в основном ставят душевые кабинки, не ставят ванной комнаты, вот поэтому мы последовали этому, так скажем, тренду, поставили также душевую кабинку, заменяли нам все трубы, еще раз повторюсь, затем мы меняли плитку, то есть к нам приехал такой полуконтейнер, так скажем, да, предпоставили нам в отбор полуконтейнера, спустили всю битую плитку старую, затем это все сами же вывезли, у нас это все входило в счет фактуру, так что смотрите очень аккуратно, если бы тоже делали такие работы, чтобы это входило, потому что выброс строительных материалов, допустим, очень дорогой. Да, нам поменяли плитку, поменяли электричество, то есть сама компания, в которой мы выбирали мебель, санитарий, то есть, да, это биде и унитаз, душевую кабинку, предоставила нам также электрика, предоставила нам плиточника, и они все вместе работали. Хочу сказать, что когда проходили сами работы, когда начинали с работы, мы столкнулись с такой проблемой, как пол, то есть, в общем, в старых домах, получается, у которых еще нет таких плиточных перекрытий между этажами, мы живем, то есть, получается, на втором этаже, либо, прямо пьян, когда будет на итальянском, кошки с энтузиазмом гребут лоток, то есть, получается, когда мы начали вскрывать, цементовое покрытие, чтобы убрать старые трубы, можно даже не убрать, а просто сделать такие лунки, чтобы поставить новые трубы, техник заметил, что, получается, перекладина, то есть, балка, которая находилась ближе всего к металлу, она, так скажем, немного размякла, то есть, она была не очень, вот, и поэтому он созвал нам консилиум, и это, на самом деле, нас немного испугало, потому что они сказали, что нет, мы там без геометра, без перита не будем продолжать работы, потому что мы не знаем, как мы должны дать гарантию 10 лет на наши работы, в итоге у нас была такая ситуация, что мы заплатили, допустим, таки большой аванс, и мы тоже начали очень переживать, что они нам просто не вернут эти деньги, то есть, как бы, вот это была, так скажем, наша ошибка, нам нужно было заплатить такой минимум, который бы они спрашивали, а мы решили почему-то, да, заплатить сразу же практически за все, и в итоге пришел, кстати, геометра, пришел их геометра, конечно, сказать, ну, как бы, если не можете, то возвращайте деньги, то есть, как бы, да, вот, что там вы разбили нам плитку, как бы, можете это удержать, а все остальное возвращайте, и мы будем искать какую-то организацию, которая хочет, да, и может продолжить эти работы. В итоге, да, к нам пришел геометра, геометр это, наверное, такой человек, который, да, по конструкции зданий все-то связанное с архитектурой самого здания, и как это вообще, да, может все существовать. Нам очень повезло, у нас были знакомые, которые нам тоже подсказали, которых мы привезли сюда на место, сказали, объяснили, в чем проблема, и попросили совета, то есть, как бы, да, и мы сами разрешили эту программу, проблему. Но, чтобы вы понимали, если два человека работают, да, и вот, то есть, как бы, получается, что он мне позвонил, мне сказал, я не могу продолжать работу, естественно, я уже не могу нормально работать на своей работе, да, то есть, я взяла там какие-то там два часа, поехала домой, мы с ним смотрели эту проблему, потом, да, в следующий же день мы должны были прийти, допустим, с нашим мастером, с нашим строителем, то есть, это получается, вы постоянно, постоянно должны находиться на месте, то есть, потому что у него может быть даже такой вопрос, так, высоко, невысоко, нормально, вам нормально, то есть, как бы, да, они могут такие даже вопросы спрашивать, если никого, конечно, не будет находиться в доме, то они, естественно, сделают, как приблизительно им хочется. по поводу переделок, здесь, наоборот, все очень трудно, мы к этому не можем пройдемся по позже видео, поэтому лучше сразу же все работы следить прямо на месте, потому что, действительно, вот, допустим, когда происходят такие работы, нужно быть постоянно дома, потому что вы не знаете, да, какая у них может быть идея, возможно, они могут сделать так, а могут сделать вот так, и во всех работах, которые мы делали, я убеждалась, что, да, нужен человек, обязательно хозяин, который будет, скажем, да, руководить процессом и смотреть, как выполняются все работы. и так, да, наверное, я назову все вместе с цифрами и числами, так как мы разговариваем с вами также о бонусах от государства, наша ванная комната стоила приблизительно на 10 тысяч евро, мы будем округлять до 10 тысяч, так как вот мы заплатили сразу же большой аванс, все-таки мы доделали эту ванную комнату, рассказать, допустим, да, вам на этом примере, как функционирует этот бонус, то есть, на тот момент, когда мы делали ванную, вот новый бонус, да, июльский, еще не существовал, поэтому мы делали просто классический бонус на 10 лет. Получается так, что, допустим, государство говорит о том, что мы вернем тем, кто сделал такие работы 50% от затраченных работ, то есть, если наша счет фактура идет на 10 тысяч евро, нам должны вернуть 50%, то есть, грубо говоря, да, 5 тысяч евро. Как они их будут возвращаться? Они их будут возвращаться в течение 10 лет, как раз-таки, с вашей налоговой декларацией. То есть, вы собираете все документы. Какие это документы? Это сама счет фактура, сертификат на начало работ, то есть, когда вы начали работу, то есть, да, допустим, скорее всего, это на самом деле звучит так, но сама организация, которая придет к вам делать работу, она даст вам бланк, который нужно заполнить, так как это не страординарие, что-то такое, да, как, например, мы должны, не знаю, закрывать улицу, если мы делаем, например, крышу, либо еще что-то, либо делаем какой-то капот, то есть, терно, тут как бы, да, не такие, это интервенти, вот, то есть, вы просто это заполняете и даете знать в вашей мэйле, да, вашей администрации, вашего города, что вы начали такие-то работы, это помогает обязательно. Потом вы собираете все бонефичи, все платежи, которые вы сделали этой компании, вы их распечатываете, те платежи, которые вот именно уже, но, которые уже прошли, то есть, как бы, не чек о том, что вы сделали платеж, а вот именно, когда платеж уже прошел. Также, не нужно забывать, что там нужно обязательно указывать, на что этот платеж, то есть, да, допустим, в каком-то вашем случае, это, например, будет реструктурационный, там, допустим, выделите, это тоже очень обязательно. Если, не дай бог, там факторы или еще где-то вам сделают ошибку в фамилии, все, вы рискуете реально то, что у вас этот документ не пройдет, да, и мне кажется, все, это вот такие основные документы, которые мы подавали. Мы подавали их в этом году, в июне 2020 года, то есть, получается, в августе мы уже получили вот эти вот 500 евро, то есть, да, за первый год этого бонуса. Получается, что да, мы проверили, все действительно работает. Единственное, что, что эти документы теперь нужно обязательно хранить, и нам сказали, мы будем их приносить, получается, да, каждый год, в течение 10 лет, пока у нас идет этот бонус, и пока он должен быть вычтен из наших налогов. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,